Меры поддержки для семей мобилизованных сыровчан, заключивших военные и социальные контракты, рассмотрели на заседании Думы. Так, согласно указу губернатора, дети смогут бесплатно посещать детский сад, учреждение, доп. образование, спортивное объединение и группу продлённого дня в муниципальных организациях. Также детей обеспечат бесплатным горячим питанием. Пока финансирование новых мер поддержки не требует дополнительной корректировки бюджета. У нас есть экономия по средствам предусмотренного финансирования субсидий на обеспечение горячим питанием детей с 1-го по 4-го класса. Вы знаете, что после года мы уже второй год осуществляем питание детей, с учётом привлечения средств федерального областного местного бюджета. Вот когда дети у нас болели, то люди посещают школу, у нас есть экономия. И таким образом мы просто не меняем баланс бюджета. Мы меняем классификацию пока на 300 тысяч рублей на этот год и предусмотрели средства на обеспечение горячим питанием детей, относящихся к этим категориям граждан. На заседании депутаты также рассмотрели очередную корректировку бюджета. Около 5 миллионов из городского бюджета направят на повышение заработной платы работникам муниципальных учреждений. 4 миллиона на эти цели выделит область. Дополнительные средства также направят на строительство школы на Зорге – 62 миллиона за счёт субсидии областного бюджета. Также на заседании обсудили положение об общественной палате Сарова. В этом положении определяется статус, цель, задача, компетенция, порядок формирования состава в деятельности общественной палаты города Сарова. Общественная палата по этому положению будет являться постоянно действующим совещательным консультативным органом общественного контроля. Палату соберут на три года. В её состав войдёт 15 человек. Одну треть из них утверждает глава города, другую – городская дума. Ещё пять человек выберут сами члены палаты. Формировать состав палаты будут на основе предложений, поступивших от общественных объединений, профессиональных и творческих союзов, объединений работодателей и их ассоциаций, профессиональных объединений, а также иных некоммерческих организаций. Вопрос о необходимости общественной палаты возник для меня достаточно давно, потому что, представляя наш город как на региональном, так и на федеральном уровне, с достаточно сильной регулярностью и всё более жёсткой форме, наш город выглядел в не очень достойном цвете, потому что на этой территории не была реализована вот такая функция общественного контроля, как общественная палата. Депутаты отдали свои голоса за принятие будущего положения палаты.